ну что всем привет здравствуйте все кто нас смотрит сейчас и смотрит сейчас но в записи в эфире я ляпнул в прошлый раз и поговорим сегодня о том что такое млп в маркетинге и рекламе уже знаем что млп оно везде и такое слово которым пугают людей невовлеченных которые не в теме говорят о том что это в нужной манипуляции и естественно если мы говорим о том что это стратегия коммуникации которые мы используем в повседневной жизни и конечно же если мы говорим о коммуникации это стратегия которая используется во взаимодействии с массами с публикой с аудиторией и конечно же это эффекты и это реклама это продвижение продукции и так далее нлп занималась и занимаются вопросами того как люди думают как люди когнитивным образом что-то там делают да принимают решение рассматривают естественно это имеет отношение ко всем аспектам человеческой деятельности из этого ну как правильно сказала юля у нас есть два еще есть две новости хорошая и плохая новость заключается в том что нлп действительно есть везде и место для нлп есть везде где люди чего-то делают плохая новость заключается в том что людей которые боятся можно напугать потому что нлп есть там нету слова программирования вот если бы например они переименовались в аналитическое программирование вот тогда бы они тоже стали страшные а так нет не страшные так вот говоря о говоря собственно переходя к теме сегодняшней маркетинга рекламы да в широком смысле это и массовые коммуникации но наверное сейчас мы даже не совсем про массовые наверное даже мы больше про какого-то какого-то отдельного человека но не чисто конкретного ну помню да в маркетинге там что самое первое что самое наверное такое интересное есть это так называемые целевые группы то есть целевая группа это не человек целевая группа это некоторое там обобщение некоторое усреднение людей по определенным по определенным параметрам по определенным каким-то паттерн и дальше общение идет не с человеком не с людьми общение идет с носителями паттерна ну и соответственно все вот эти вот маркетингово рекламные штуки разворачиваются внутри головы человека между его вот этими самыми когнитивными штуками чего мы можем с точки зрения нлп об этом сказать ну понятно там всякие такие штуки типа рост вес возраст они как бы интересные для некоторых продуктов может быть и полезные но для более широкого круга задач для больше для более наверное универсального надо и инструменты брать чуть более универсальные вот сразу скажем да что там визуалы аудиалы кинестетики и дигиталы это вообще как бы не сюда то есть не настолько универсальные инструменты да тем не менее это один из инструментов который дает свои результаты но как-либо этот инструмент все-таки недостаточно точен для эффективных продаж и для продвижения таких таких массов и конечно же мы можем все равно опираться на такую калибровку да на такое описание людей но хотелось бы точнее и точнее и точнее инструменты описаны мы можем говорить о том что даже внутри визуалов аудиалов есть еще более точные маркеры на которые мы можем обращать внимание кинетируя наши целевые группы по тем или и мы можем говорить о том что некоторые психотипы и тогда у нас выборка становится с одной стороны шире в два раза в разных вариантах но как минимум два раза и тем самым наша целевая аудитория уточняется ориентировка и вот например визуал сам по себе нам интересен не сильно ну то есть идея о том что он будет что ему нужно красивенькая это как бы ладно в смысле что ему как бы должна быть визуальный компонент это не так интересно как например тот факт что одному визуалу надо показать как ну то есть показать такой очень понятный хороший образ как хорошо ему будет когда он это купит а другому визуалу вместе с тем нужно показать так тоже образ да тоже вот тоже очень 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 понятно очень визуально обрисовать да образ как плохо ему будет если он не купит и тот и другой визуалы но есть еще одна важная особенность те самые метапрограммы очень классная штука очень любимая многими многими ну очень любимая всеми нелперами да и очень любимая многими другими кто про метапрограммы знает а про нлп нет одна из тех технологий которые из нлп и откачивали и немножечко как бы уже даже без его упоминания используется ну да ладно и вот этих самых метапрограмм вот это как раз классно вот строить например строить описание целевой аудитории целевой группы по метапрограммам это уже гораздо лучше гораздо интереснее зная зная что вот эти самые метапрограммы это такая классная штука которая описывает фильтры восприятия человека то есть человек который например всего боится и исключительно структурирует свою жизнь то есть прям вот так вот порядок 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 ему как бы возможности и радость все в мире что касается радости и возможностей в его мире не существует не проходит через его фильтры и соответственно даже если этот товар ему нужен да даже если эта услуга ему нужна он ее не воспримет просто он смотрит как на стену то есть ну реально в его мире этого не существует а если мы это же самое расскажем как пошаговый способ избежать проблемы тот же самый товар абсолютно то он внезапно в его мире появится только и всего я думаю все видели ну есть такая штука я вот хотел сказать новомодная но это я как бы поторопился да она уже старомодная то есть все вот эти вот лендинги да то есть давно уже и прочно вошедшие в нашу жизнь на одних из которых например есть варианты типа как вы можете купить наш товар да можно так можно так можно так да а на каких-то лендингах есть ну по моему их больше типа четкие шаги да сделай раз сделай два сделай три там типа нажми письмо там открой получи ну вот какие такие вещи но это же одно и то же правильно то есть мы же понимаем что мы можем одно и то же один тот же телефон условный сделать для него страничку и можем так можем так можем написать типа вы можете или так или так а можно сделать четко пошаговая телефон не поменялся поменялась подача соответственно другие люди стали это видеть метапрограмм сколько двенадцать двенадцать ну давай так будем говорить от двенадцати да от двенадцати я против того чтобы говорить от двенадцати потому что так мы можем уйти совсем далеко нет давай там двенадцать двенадцать где-то да да с тем метапрограммы на которые мы обращаем внимание они в нас все время являются базами да и действительно очень рабочими которые можно отследить и на которые можно отираться вот и да когда мы говорим о том что метапрограмма это некоторый фильтр восприятия мира да или там фильтрации входящей информации что собственно задает и отношение к этой информации информация либо воспринимается либо она фильтровывает и конечно же когда мы говорим о том что вот есть такие фильтры это значит что у человека их какое-то количество да это не один фильтр да сквозь который проходит все да их какое-то количество и они между собой каким-то образом сочетаются поддерживая друг друга тем самым создавая вот все таки достаточно большую вариативность и ну включая все таки некоторые убеждали потому что было бы печально говорить о том что всех можно обозначить экипировать да и вот все мы такие вот одинаковые да там в какой-то тип входят да нас можно каким-то образом экипировать но тем не менее все равно сочетание разных то есть эта программа между собой создает высокую вариативность но это не мешает нам все таки работать с целевой аудиторией как с некоторой группой у которой есть общее ядро да и мы взаимодействуем с этим общее ядро вспоминая вспоминая там базовую математику и информатику 8 базовых метапрограмм дают нам 256 типов человек ну на их сочетании да этого более чем достаточно для того чтобы типировать типировать не не в делении там типа есть всего два типа людей да одни покупают у нас другие нет вот а типировать действительно точно действительно описывая описывая и многие вещи описывая гораздо точнее например нежели нежели привычное описание возраста вот мне немножко не нравится деление на вот эти вот как они называются даже не на возраста а на поколение бумеры, зумеры, Y, милленио вот это вот все не нравится потому что оно описано они пытаются свести эти штуки именно к возрасту и к дате рождения хотя по сути они описывают именно ну некоторый набор когнитивных стратегий и в том числе некоторые даже метапрограммные особенности и когда например мне говорят вот там родившиеся в 80-е там типа с компами на вы а я не согласен товарищи или там в 70-е я не согласен потому что с компами на вы это вот определенные метапрограммный профиль тут я согласен а вот с 80-ми нет не согласен ну потому что зачем как бы это ну короче неправильный критерий да по которому мы относим к а метапрограммы в этом смысле гораздо точнее это достаточно просто можно объяснить тем да вот условно говоря смену таких поколений достаточно удобно объяснить тем что вопрос не в возрасте да вопрос в том что каждое последующее поколение овладевает более адекватным способом описания мира на данный момент ну в общем то и все и этим способом описания мира были поколения которые владели и до этого поколения и будут владеть после и среди этого поколения есть и другие люди которые например не владеют и даже близкое непонятно такое описание мира да то есть ему все равно не может там всех под одной ребенку там вот описать потому что ну так не бывает да должна быть для того чтобы была там взаимная потребность в социуме взаимное удовлетворение тех или иных задач решения тех или иных задач в рамках социума да и это именно это позволяет развивать вот и когда мы говорим о том что метапрограммы создают разные всякие варианты сочетания их достаточно много но не менее для того чтобы наша работа была эффективной для того чтобы мы могли все таки продавать свой товар достаточно определенному кругу лица и достаточно четкой целевой аудитории нам нужны какие-то еще в большей степени обобщающие инструменты и мы тогда начинаем понимать что есть описание которые позволяют нам видеть набор тех или иных фильтров и метапрограммных типов мы можем сказать что описание психотипов дает вот такое понимание того как метапрограммные фильтры могут сочетаться и тогда мы начинаем уже получать доступ уже к конкретным стратегиям выбора и мотивации людей и этих стратегий ограниченное количество и нам гораздо проще сформировать предложения тем или иным метам ну прежде чем мы к психотипам перейдем закончить с метапрограммами еще раз хочу важную мысль сказать вот напомнить в смысле повторить ее да мы рассматриваем метапрограммы как фильтры чтобы то что например производится ну то есть рекламная да вот это вот рекламный посыл там объясняющее что-то чтобы вот это вот просто людям попало попало в глаза попало вот сюда вот причем не только там как бы есть еще помимо помимо точнее рядышком с метапрограммами есть еще и лингвистические особенности то есть как выражается одна и та же метапрограмма да то есть как на них писать тексты и есть субмодальные характеристики вот та самая визуальная часть ну мы говорили да визуал вот визуал которого нужно вдохновить да вот визуал которого нужно напугать но вдохновить и напугать это же и картинки разные и это же еще и ну там разные цвета да разные разной субмодальности. Вот я другое слово не могу подобрать. Тут яркие цвета, тут тусклые цвета, плёхлые, или там много переходов цветов, тут резкие, контрастные цвета. Субмодальности. Как назвать субмодальности? Субмодальности и есть. Соответственно, картинка, можно даже ничего не писать. Можно взять там телефон, да, не знаю, компьютер, что угодно. И это вот исключительно только одним оформлением, да, подтянуть в ту или в другую субмодальность. В ту или иную метапрограмму, в тот или иной, даже профиль. Мы это, мы когда выступали на форуме маркетинга и рекламы, здесь у нас в Ростове, мы подбирали картинки, мы находили там два десятка картинок, которые показывают разные субмодальности, которые показывают их совмещение. Это классно, это прикольно. Вот. Но тут мы как бы немножечко ограничены тем, что мы попадаем в фильтр, ну и вроде как дальше все. Дальше человек типа сам делает выбор, да. Типа он должен принять решение, там, свериться со своими ценностями, подумать, например, да, вот как это принято говорить. Сделать не принято, а говорить принято. Как правило, там размышления у людей, они проходят скрытно у всех, да. То есть мозг не особо любит исключительно осознанно рефлексировать, да. Там как бы быстренько сравнили с нашими базовыми ценностями и критериями. И вот тут как раз появляются вот те самые, ну еще одни дополнительные способы описания. Юля правильно упомянула. Психотипы. Причем психотипы, я бы вот сказал, да, в таком как-то психотерапевтическом, да, даже немножечко в лечебном смысле слова. То есть психотипы, как некоторые такие вот суперценности, да, супер и подстроенные под них стратегии, где-то даже жесткие, где-то даже однозначные. Человек, который по психологическим мотивам стал истероидом, ну то бишь очень сильно любит внимание, как следствие хочет быть всячески уникальным и везде выделяться. Этому человеку можно всю его жизнь продавать любой уникальный товар. Ну лишь бы у него денег хватало, да. В пределах его финансовых возможностей он купит уникальную любую фигню. Купит уникальный телефон, уникальный комп, уникальный компьютер, квартиру в клубном доме, ну в общем мы знаем, чего он хочет, да. Мы знаем, как он это говорит, мы знаем, какие там стратегии. Какой-нибудь другой психотип хочет другого. Там немножко другие ценности, немножко другие критерии, немножко другие под него стратегии, стратегии выбора, принятия решений, всего остального. С метапрограммами они связаны. И соответственно, вот у нас получается получается реклама, которая, во-первых, проходит через фильтры метапрограммные, да, которая проявляется как то, что действительно существует в моем мире, а еще потом в ней написана та самая моя ценность, которая является, как там у нас говорится, незакрытым тоутом, да, или как у них говорится, незакрытым гештальтом. И пожалуйста, я понимаю, что блин, эта штука мне совершенно точно нужна, да. с этой штукой я обрету, например, контроль над всеми, да, кто меня окружает, там, по крайней мере, для начала, например, над своей фирмой, да, я могучий бизнесмен, дайте мне контроль, я должен там все контролировать, например. Это второй момент, который в этом самом нашем НЛП позволяет вот на этом, на этом промежутке действовать. И в рекламе, которая вот там товары продаж, и в рекламе, которая, ну, в рекламе, тут в кавычках, наверное, реклама, но тем не менее, в рекламе политической, ну, предвыборная, там же тоже реклама, там же тоже говорят, голосуйте за нас, да, ну, то есть это вот как, это вот как оффер, да, типа нажми на кнопку, получишь результат, ну, как бы классика реклама. Есть вот такой тоже моментик, забавный, вот, наверное, не, он как бы и в этих тоже проявляется прекрасно. Помнится, на одном тренинге люди спросили, типа, почему такая тупая политическая реклама, типа, короче, смотрим на нее, типа, и нас не цепляет вообще, типа, не цепляет. И все такие, там, все, все закивали, все, нет, нет, нас никого, никого не цепляет. Вот, я тогда просто спросил, а кто из вас ходит на выборы, ну, то есть так, чтобы системно ходить и голосовать, но оказалось никто. Ну, спрашивается, вы не ходите на выборы, зачем вам рекламировать, да, рекламируют тем, кто ходит. Вот она разница, разница как бы в целевых аудиториях. Но поскольку рекламы много, она, естественно, в глаза попадает, ты смотришь, говорит, тупость. А, или вот, Юля, помнишь пример про майонезик? У них, как бы две рекламы. Одна это реклама, одна это реклама по телевизору, нацеленная на мужчин, причем мы ее разбирали, даже показывали, там именно, там даже субмодальности кухни показаны мужские, когда ты на кухне не можешь найти ничего, кроме еды, которая стоит на столе. Причем, и еду ты определяешь только потому, что рядом лежит вилка, ложка и майонез стоит. То есть, такой мужской взгляд на кухню, на питание. Я не менялась, просто судьбу, аудиторию этой рекламы, поэтому она взяла у меня недоумение, и ерунда. Понима? Ну да, так это и работает. Да, Юля, недоумение. Я понимал, да, что как бы, ну, просто, как бы, я нормально, для меня кухня, это нормальное пространство, я понимаю, там, большинство находящих, кроме соды. Вот, все остальное почти понятно. Вот, поэтому, как бы, я, ну, понимал, да, оба аспекта рекламы. А, например, для тех, кто покупает майонез, для тех, кто осознанно покупает майонез, на нем написано большими буквами, это единственное, я одно время проверил, честно, я честно проверил, я в магазине просто прошелся по вот этому, всему ряду майонезов, там штук 10, по-моему, было видов его, я все проверил, на все посмотрел. Слобода был единственный майонез, на котором состав написан крупными буквами, не мелкими, а крупными. То есть, для тех, кто покупает майонез осознанно, для вас, пожалуйста, состав написан крупными буквами. Для тех, кто не разбирается в майонезе, вам слоган, типа, хорошо женился, значит, вот майонез слобода, типа, не расстраивай жену, купи вот этот майонез. Либо, если ты хочешь спросить, как это категория людей, то лучше купить слободу, на всякий случай. На всякий случай, да. Кто его знает как. Вот, и мы тут как раз, кстати говоря, подходим, как раз подходим к, наверное, к завершающему, да, и к там, к следующему и к завершающему. Помимо всего, помимо фильтров внимания, помимо вот тех самых там базовых ценностей и критериев, ну, давайте, не все люди уперлись в психотипы, да, то есть, не все люди, такие, как бы, жестко обусловлены какими-то там, типа, двумя-тремя ценностями и там, пятью стратегиями. В основном, там, конечно, несколько стратегий, и в основном, конечно, там можно говорить о том, что у человека несколько психотипов, там, ну, творчески объединены. И когда ценностей несколько, когда стратегий несколько, мы, естественным образом, понимаем, что это мы имеем дело с системой убеждений, что у человека есть какие-то убеждения, какие-то и предубеждения тоже, какие-то, может быть, просто там мысли, которые, вот, и эти мысли, да, они там откуда-то возникли, какие-то возникли из детства, какие-то возникли из того, где он живет, как он живет, да, какие-то просто из его социального среза, над какими-то поработали наши друзья и коллеги, маркетологи, рекламисты до нас, да, или там политологи, точнее не политологи, а кто там занимается именно выборами, ну в общем есть у нас и такие друзья, да, вот, но мы же это знаем, и поэтому мы понимаем, что вот она система убеждений, система ценностей, и тут мы должны как бы сквозь нее получается это дело протолкнуть, это дело продавить. И тут опять же есть очень хороший, очень классный, да, пример, опять же там наш любимый, хотя и достаточно старый, сколько, год, два, два по-моему, около двух лет назад, компания, которая выпустила на рынок упаковку из девяти яиц, никак не объяснив сей факт, то есть вместо десяти девять яиц есть, а объяснений нет. Соответственно, люди начали, ну как-то же надо объяснить ситуацию, почему девять? Первое, что пришло в голову, это аналогия с тем, что сейчас там в основном вместо килограмма девятьсот грамм, да, вместо литра девятьсот, ну то есть вот эти вот все штуки. Вот, ну и потом там какая-то юмористическая мысль нашего родного народа развернулась как следует, вот, и, собственно говоря, как бы прошло всего-то каких-то, наверное, недели две, и вот этот вал, просто, просто вал даже мемасов, всех вот этих вот юморов в интернете просто, ну, там был хайп, ну, пусть этот хайп был против, получается. Все, беда, ну, как бы дальше все, дальше это как-то слона не продашь уже после такого. Вот, хотя, ну, например, зная, да, что у нас вот такой вот бодрый народ, да, зная, что есть вот, ну, некоторые предубеждения, есть некоторые тенденции, в которые, например, будут объяснять вот это вот все. Ну, можно было, наверное, как-то это учесть, эти самые убеждения, и сразу при выпуске вот этого вот объяснить почему. Более того, по-моему, по-моему, даже и эта компания, ну, или кто-то просто вот потом писал, что типа, а чего вы так, мол, взъелись-то на упаковку из девяти яиц. В Европе, дескать, есть упаковка там из трех, из четырех, из шести, там, из восьми, из двенадцати, ну, то есть, типа, там, всякие разные. Если бы хотя бы вот так сказали, да, если бы хотя бы туда, как бы это, сделали отсылку, нашли там у кого девять, ну, там, не знаю, изрядное количество шутников просто бы как-то взбили на взлете, не дали, что называется, взлететь с аэродрома. Потому что, ну, как-то, как шутить против Европы, например, да? Да, в основе всего лежит достаточно простой факт. Наши мостная фактически существуют в определенных привычных рамках, и в этих рамках, то есть, происходит, оно описано в собственном свете на связи. Если происходит какой-то факт, который нарушает привычное впечатление событий, он является новым, то для этого факта обязательно должно быть объяснение. И вот здесь возникает вопрос, да, если вы приносите какие-то изменения в свой продукт, если вы делаете какие-то уточнения, дополнения, да, или вы вообще могут пробыть в свой бизнес, наверное, вы должны объяснить, почему вы это делаете, зачем, для чего и так далее. Чтобы люди, милая аудитория воспринимали вот новый факт в их реальности достаточно цельно, да, чтобы это изменение приходилось уже с некоторой историей, что оно как-то зародилось, что это были основания. Именно поэтому сейчас вот это и приходит в вашу жизнь. Если этого объяснения не существует, то, естественно, мозг его найдет. Для того, чтобы переписать новый факт в картине мира, необходимо связаться с уже имеющейся информацией. И, конечно же, найти подводки к этой информации будет достаточно легко. Вопрос только в том, будут ли эти подводки работать в вашу сторону, вам на пользу. А вот это вот совсем не факт. Поэтому лучше позаботиться заранее и действительно создать некоторую историю, некоторую легенду. И на самом деле не важно, что будет в этой легенде. Правда или ложь, это вот вообще дело десятое. Главное, может, убрать вот эту самую подушку безопасности, да, чтобы там новое мягко вошло в эту структуру реальности самого человека. И тут у нас как раз-таки еще один инструмент NLP, который как раз-таки и позволяет работать с убеждениями, убеждениями и вот этим вот всем. Фокусы языка, да, те самые наши любимые фокусы языка. Причем не в формате крайне нелюбимого мною названия раскрутки убеждений, фу-фу-фу, никогда так не говорить, а в формате фокусов языка, которые от слова фокусировать, это вот как мы придумали, от слова фокусировать, от слова смещать фокус внимания. В таком формате фокусы языка не требуют сначала услышать от человека возражение. Когда вы услышали от человека возражение, это вот идите теперь в интернете, да, и всех шутников с девятью яйцами, да, пытайтесь переубедить лично. Это как бы займет вас на какое-то время. Тренинг пройдете заодно, да, там работа с возражениями. То есть вы их сначала создали, да, вы их сначала вызвали, актуализировали, укрепили. Ну, а теперь с ними, конечно, можно как раз-таки вот бороться. Это нормально, это по-нашему. Нет, заранее. То есть вот то самое, да, то самое объяснение – это фокусы языка. Когда мы можем обрисовать ситуацию до возникновения убеждений, когда мы можем сделать нужные отсылки там в разные места, когда мы можем несколько этих самых фокусов языка объединить и на них построить ту самую систему убеждения, которая будет сопровождать наш вот этот замечательный уникальный товар, да, и тем самым сопровождая ее, ну, как-то бороться. Нет, не бороться, но конкурировать, да, конкурировать с той системой убеждений, которая есть в голове у человека. Но там не всегда же, наверное, в голове у людей система убеждений такая там жесткая, осознанная, там 500 раз продуманная, да. Скорее всего там такое немножечко, такая полуаморфная структура. Некоторые убеждения нормально подтвержденные, а некоторые так, как бы, если вы не заставите его высказать это убеждение, да, то оно может и не возникнуть. Но если он его уже высказал, он уже не передумает. Ну, собственно, трудно передумать. Таким образом, фокусы языка позволяют управлять вниманием человека и выделять из описания его реальности те объекты, те моменты, которые будут связаны с нашим предложением и которые его подберут. И тем самым создаётся действительно не конкурировать картину мира, а альтернативная картина мира, которую тоже можно рассмотреть. Но с учетом того, что фокус внимания управляется нами, фокусом внимания управляем практически мы, мы можем описать таким образом вот эту идею, да, или этот продукт, что человек увидит для себя новые возможности, какие-то плюсы, ну, и так далее, и так далее. И для него будет естественным переход к нашему продукту. То есть это не везде, там, то, что ты думал раньше, это плохо, потому что мы практически не даём человеку подумать о том, как он раньше размышлял, да, мы сразу говорим о том, что вот есть новое, это новое, достаточно интересно, и можно подумать, насколько оно принесёт пользу своей жизни, насколько оно сделает тебя лучше, эффективнее, и тебе будет с этим комфортом. И этого достаточно для того, чтобы человек убьёт всё своё внимание, в этом направлении, и дальше сам уже задумал всё, что нам нужно. Ну, в общем-то, вот такие у нас инструменты. Я подозреваю, что это инструменты не все. То есть, может быть, что-то ещё в каких-то отдельных моментах в качестве детализации процесса ещё что-то может использоваться. Например, в видеорекламе, и опять же, мы это тоже видели, в некоторой видеорекламе используются техники NLP. Прямо вот прям прямые, чисто конкретные техники NLP. Вот те же самые там субмодальные, ну, куски. В основном, давайте будем говорить прямо о кусках техники. То есть, есть реклама, где используется, ну, как бы для якорения на бренд, да, кусочек из техники взмах. Есть реклама, где используется другой кусочек из техники взмах. Ну, то есть, это уже такое, это как бы немножечко расширение. Да, и достаточно глубокое, с формированием, но вот и о концепции в том числе, да, формирование... Да, и это тоже. Ну, достаточно глубоко действительно работают эти вещи, и они глубоко работают даже просто в силе того, что люди не осознают, что происходит, да. Как обычно мы говорим о том, что, ну, манипуляция вот такого, негативного, да, в своём проявлении, это процесс, который осуществляется в том случае, если человек не понимает, что происходит, да. Если человек понимает, что происходит, это уже не манипуляция, да, потому что человек вставляет по-другому пора отреагировать, не отреагировать, у него есть какое-то другое решение и так далее. Ну что, если есть вопросы, можете нам их задать. Возможно, они появятся у вас, когда вы посмотрите запись, тогда пишите в комментариях, мы обязательно ответим. И, конечно же, эта запись, она будет доступна в наших социальных сетях и на нашем YouTube-канале в вкладке MLP. Ну что, всем, всем до свидания, всем до новых встреч, да, пишите. Всё, всем пока. Пока.